Продолжение следует... Важная часть всего этого понимания связана с этой территорией, содержательной, связанной с тем, что происходит в продлении взаимодействия личности и соматической болезни. Что происходит внутри этого довольно важного, но далеко не всегда понятного пространства, как человек взаимодействует со своей болезнью. Ну, я хочу сам начинать посвятить вот эту вот идею, сколько сложно было, она не казалась. Ну, давайте подойдем поближе, вы увидите, она будет еще сложнее. И по мере приближения мы будем видеть, что она все сложнее и сложнее. Особенно это совершенно отчетливо проявляется в том, как мы видим, что происходит в психосоматическом анализе. Сегодня вы наверняка понимаете, что сама по себе терминология – это психосоматика, нет, и психосоматика – это... В общем, становится таким, если не каждым вторым, то каждым третьим. Словом, по частоте употребления очень часто совершенно непонятно, кто чего в это вкладывает, насколько понятен смысл того, что вложено в содержание этого понятия – психосоматическое соотношение, психосоматическое патологии и так далее. Ну и вот могу вам сказать, что сегодня в тех исследованиях, которые... Ну, или как бы исследования, которые посвящены вот этим вот психосоматическим аспектам, в общем, разгон такой совершенно, совершенно полный. Даже в том сборнике, который сегодня у нас здесь, на конференции есть, она совершенно такая замечательная, но очень типичная статья, например, на тему выраженности агрессии у больных ремотойным артритом. Ну, берутся какое-то количество, довольно условное, 37 человек, больных с ремотойным артритом, правда, неясно, с какой формой ремотойного артрита, с какой выраженностью, с какой интенсивностью, длительностью, осложнением и так далее, и так далее. У них замеряется, тестом садарки замеряется агрессивность, и показывается. Ну вот, значит, высокая агрессивность, и поэтому какие-то психосоматические соотношения. На самом деле, на мой взгляд, это ровно ничего не означает. Просто ровно ничего. Потому что, если вы приведете популяционный замер, вы выйдете, условно говоря, на улицу, остановите 100 человек, и замерите у них агрессивность тестом садарки, вы получите ровно те же данные. И при чем здесь ремотоидный артрит? И как это связано? И мы дальше увидим, что, когда мы говорим о психосоматических соотношениях, то, на самом деле, нам важно понимать, не то много или мало тревоги, агрессии, депрессивных расстройств, алекситимии и так далее, и так далее. А вопрос о том, а как это встраивается, что все это означает, как это влияет на патринез, ну и так далее. В общем, это все про то, что проблема при более близком приближении к ней оказывается, на самом деле, сложнее, чем мы думаем. Я хочу сейчас послать вам вот эту вот идею о том, что вот идея, которая принадлежит Клоду Левистросу, о том, что это сказано в середине XX века, о том, что XXI, он должен быть веком социальных, ну там, в одном из вариантов перевода, гуманитарных наук. Или его не будет. И это совершенно точное отражение в этой книге, совершенно точное отражение того, что происходит в представлении о том, как развивается психосоматическая патология. Ну, вы наверняка знаете, что у человека, в силу его эволюционной природы, это я сейчас говорю для тех, кто разделяет теорию Дарвина, для тех, кто предполагает, что человек произошел эволюционно, для тех, кто считает, что человек произошел другим путем, эту часть можете не слушать. Но все-таки у человека есть огромное и очень длинное его животное прошлое, его эволюционная история, и, соответственно, у него есть огромное количество болезней, которые объединяют его с животными. Воспаление, кровотечение, инфекции, опухоли, травмы и так далее, и так далее. И это то, что есть у нас вместе с нашим этим прошлым, поскольку человек был и остается частью животного мира, нравится нам это или не нравится. Поэтому у нас с ними общая генетика. Я, на всякий случай, напоминаю вам, что у человека с высшими приматами, в частности с шимпанзе, например, 98,5% общих генов. Как бы мы к этому ни относились. Но этих болезней постепенно становится все меньше и меньше, поскольку цивилизация помогает как-то с этим справляться, ну, в частности, с инфекционными заболеваниями. Но что начинает отмечаться? Все больше становятся болезней цивилизации, собственно, человеческих болезней. Тех болезней, в которых человек переживает их, как существо встроено в очень серьезные, сложные, конфликтные, иногда для него безвыходные социальные отношения, и в которых он начинает определенным образом проявлять себя как личность. И вот если посмотреть на то, что, например, происходило с болезнями, которые были основными причинами смертности в начале века, а потом в середине, но это не сильно поменявшиеся за последнее время данные, то мы видим, что основные значения имели инфекции, всякие разные, а теперь инфекции постепенно-постепенно уходят, но все больше появляется онкологических, тоже в значительной степени болезней цивилизации, и сердечно-сосудистые, в общем, те болезни, в которых человек встраивается в сложный для него социальный, сложный картинник. И вот мы видим, значит, что в общесоматической практике постепенно все больше и больше появляется влияние различных психических факторов, отражающих то, что человек встраивается в социальное пространство. И это примерно у половины всех пациентов, которые обращаются за медицинской помощью в профимедицинскую практику. Ну и вот эта важная идея, которая, собственно, часто выглядит такой довольно нелегкой для восприятия, для переваривания, условно говоря, о том, что огромное количество психических расстройств, они соматизируются, и поэтому несутся куда? Да, в соматическую практику. Но, правда, есть и обратный вектор, поскольку огромное количество психических расстройств соматизируется, соматические расстройства обрастают разместными психическими, дополнительными, коморбидными расстройствами. И, в общем, это становится, мало сказать, нелегким, иногда просто таким своеобразным кошмаром для соматической практики, особенно для тех, которые не очень хотят слегка прийти в сознание, для того, чтобы понимать, что, вообще говоря, происходит. И с точки зрения нагрузок, и с точки зрения профессионального выгорания, с точки зрения расходов, с точки зрения и социальной, и медицинской цены, всего вот этого невнимания. Ну, поэтому, конечно, своевременная и правильная, и качественная, адекватная диагностика, и это вот залог того, как успешно можно, насколько возможно, успешно можно с этим справляться. В общем, идея о том, что искусство лечения, оно всегда, чего бы то ни было, в отношении всего, должно быть так или иначе психосоматическим, в общем, идея, на мой взгляд, которая, при нормальном, зрелом подходе, не вызывает возражений, в отношении чего бы то ни было. Потому что человек всегда болеет, в общем, так или иначе по-человечески. И нормальный, грамотный мрач в любой, практически, специальности будет терапевтом, кардиологом, неврологом, стоматологом, и так далее, и так далее, начинает понимать, что чем внимательнее он смотрит в лицо пациенту, чем точнее он понимает его эмоциональные реакции, тем, наверное, ему проще будет справляться, например, с определенным уровнем болевого порога, с которым он сталкивается и который ему необходимо определенным образом разрешать. В общем, эта вот идея, которая была еще до Этрага высказана о том, что психосоматика это определенная философия, это определенная точка зрения, такая конструкция мышления у врачей, такой подход, при котором, не снижая внимание к телесному, вы должны повысить внимание к душевному, ну, к душевному, к психическому. Ну, иначе медицина становится вот такой, просто, вот она плавно, плавно становится вот этой, ну, или, если хотите, вот такой. Вот, это сегодня тоже такая довольно типичная картина. Ну, и, конечно, сегодня для наших пациентов это начинает вырастать вот в эту вот плавную проблему, которую Пакар дописал, как довольно драматичную, потому что это человек, который скитается со своей в той или иной степени психосоматической патологии. Китается по этому медицинскому лабиринту и движется от одного врача к другому, а сегодня, слава Богу, медицина становится все более и более специализированной, все более и более тонкой, двигаться есть куда, возможности сегодня уже очень часто становятся просто неограниченными, и он в этом лабиринте начинает так плавно проводить всю свою жизнь, оставаясь один на один со своим страданием. И это, конечно, цена не только у него персональная, но это еще и социальное окружение, которое вокруг него, потому что мучается не только он один, это еще и его семья, это его окружение, это что-то значит для его трудоспособности, ну и так далее, и так далее. Значит, естественно, когда мы говорим об этих связях, нас естественно интересует вопрос взаимосвязи, потому что, повторяю, разговор о психосоматических расстройствах, психосоматической философии, о подходе, это всегда вопрос о соотношении, это не вопрос много или мало того, меньше или отсутствует что, это вопрос, как они связаны между собой. Вот в седьмом году комитет экспертов ВОЗ. Публиковал такой довольно большой подробный документ на тему того, как строится философия психосоматической медицины. Ну, в общем, важная идея, тут я привел вам некоторые выдержки, такой экстракт, о том, что за последнее время серьезно меняется взгляд, ну, определенная философия, понимание этого всего. И важно понимать, что на самом деле связь, это движется в обоих направлениях, что там есть два вектора, поэтому сегодня, слава Богу, мы выздоравливаем от представления о том, что психосоматические расстройства, это расстройства психогенные. Поэтому, если у человека там есть что-то, депрессия, лекситимия, тревога, у него невроз, то из этого вытекает вот это. Ну и там много чего вытекает. Но на самом деле надо сегодня уже достаточно точно понимать, что психосоматические расстройства, это не психогенные расстройства. И что они напрямую так четко не обусловлены психическими факторами. Там взаимосвязь намного сложнее, существенно сложнее. И часть этих факторов мы пока еще просто даже не очень хорошо понимаем. Тем более, что все там еще устроено по таким циркулярным механизмам. Если одно влияет на другое, оно ровно так же получит и обратную связь. Так вот, это сложное взаимодействие. Ну, естественно, наличие соматического заболевания влияет на психическую сферу. То, что происходит в психической сфере, душевной, если хотите, повлияет на то, что будет происходить с человеком в его деле. Поэтому люди с соматическими заболеваниями чаще подвержены психическим расстройствам, самым разным. я сейчас в широком контексте это понимаю. А психические расстройства очень часто соматизируются и протекают как соматические. Поэтому несутся на уровень соматической медицины. Ну вот, поскольку мы говорим сейчас немножко так мы фокусируем из психосоматики и выделяем немножко собственно психосоматические расстройства, оставляем чуть-чуть в стороне соматоформные вегетативные дисфункции и так далее, и так далее. Вегетативные неврозы оставляем в стороне собственно психосоматические. То там, конечно, надо понимать, что должно быть наличие объективных органических поражений или органических дефектов. Но по мере того, как течет соматическое заболевание, оно естественно будет обрастать определенными накапливающимися органическими дефектами. Это естественно. Но психические, на самом деле социально-психологические факторы будут играть определенную роль в том, как это будет протекать. Иногда в сторону усиления, иногда в сторону купирования, иногда в благоприятную сторону, потому что в зависимости от того, у какой личности это все происходит, могут одни и те же заболевания развиваться совершенно по-разному. Мы на эту тему, я думаю, знаем миллион разных примеров. Когда заболевание протекало более благоприятно, потому что такая личность, потому что так относится, потому что так выстраивает поведенчески свои варианты отношения, или наоборот, несложное психосоматическое заболевание начало осложняться просто катастрофически, потому что у такой личности, потому что такая картина мира, потому что такая схема переживаний, усиливающая течение заболевания. Вот в частности личность и поведенческий фактор это, конечно, такая чрезвычайно важная вещь. Но вот забавно то, что в психосоматической клинике, я сейчас имею в виду психосоматической вообще всей этой теории практики парадоксальным образом, но очень удачно подходит антипсихиатрическая идея. Я, с вашего позволения, долго не буду останавливаться на том, что такое антипсихиатрический подход в этом смысле, но если взять оттуда такую важную ключевую идею о том, что это можно рассматривать как вариант такого индивидуального отношения, такого персонализированного отношения к этому человеку, с пониманием того, что его поведением, его система реагирования может рассматриваться как индивидуально конструктивное в условиях не очень конструктивного социального взаимодействия, то с точки зрения такой персонализации в этом смысле это может быть вполне конструктивной идеей в отношении понимания психосоматических расстройств. Ну, значит, если теперь главное переходить к тому, что является фокусом нашего сегодняшнего разговора, то мы понимаем, что это не просто идея, такая декларация, ну да, в человеке все связано со всем. Ну, как бы да. Как бы да. Это мы опять про некое такое декларативное, но на самом деле малореализуемое, к сожалению, пока еще, представление био-психо-социальном единстве, ну, теперь сюда еще духовное добавляется, чего я должен вам признаться, я совсем плохо понимаю, потому что для того, чтобы понять, что такое духовное, био-психо-единство, надо бы каждый компонент достаточно четко описать. на тему каждого из них сегодня не очень мало понимания. По крайней мере, про духовное, про духовное уж точно мало понимания. По крайней мере, согласованного понимания, да, потому что нам еще надо иметь некую общую систему представлений, когда мы говорим об этом, то о чем на самом деле мы говорим. Ну вот, но идея про то, что все связано со всем, все взаимодействует, все влияет таким образом друг на друга, и что из этого всего нельзя вычленять какие-нибудь отдельные элементы или отдельные изменения. Ну, потому что иначе это просто до потери смысла. Упрощение очень часто, упрощение, это просто потеря смысла. Довольно часто. Так, это кто-то сейчас, простите. мы говорим о том, что иногда нам проблемы наших пациентов могут казаться нам простыми, но на самом деле давайте помнить, что на самом деле являются не проблемы пациентов, простыми являются наши объяснения. это такая наша сильно упрощенная картина этого мира, которая нас самих удовлетворяет. Вот на эту тему еще есть сильнее идея о том, что у нас есть такая неизбывная тяга и стремление к простым простым объяснениям, но только надо понимать, что они имеют очень мало связи с реальностью. К реальности наши объяснения очень часто не имеют никакого отношения. но в данном случае не говоря о том, что мы стараемся сфокусироваться на идее анализа теории отношений, личностных смыслов, значения смыслов для течения заболеваний и так далее, надо понимать, что поскольку мы так или иначе будем это обсуждать с нашими пациентами и каждый раз мы должны это делать и вообще-то говоря это достаточно интересный и важный и очень целесообразный и к сожалению нелегкий, абсолютно необходимый компонент нашей работы. Надо понимать, что в данном случае вот эта вот теория конструктивизма, которая в психосоматику довольно успешно встраивается, это идея про то, что никакое описание не отражает объективную реальность, поскольку с ней вообще, говоря, есть проблемы с объективной реальностью. Пациент приносит нам картину мира, в ответ на которую мы ему можем предложить свою картину мира. Ну или, если хотите, картину мира Лакана, ну или картину мира, там, не знаю, Вехтерева, ну вот, и так далее. Вот. Поэтому, что происходит в процессе такого довольно нелегкого диалога? Попытка построить некое совместное представление об относительно согласованных, более-менее согласованных представлениях, что происходит внутри этого описания. А то, что будет делать человек в процессе этого всего, он будет конструировать реальность, он будет ее создавать. Совсем не значит, что он будет ее отражать. И когда вы спрашиваете про какие-то важные вещи, не факт, что он рассказывает ровно то, что было. Он рассказывает вам то, что, на самом деле, он конструирует. Ну, вот это вот, вот это вот важная вещь. Я позволю себе на ней остановиться, потому что мне кажется, что это важно для понимания того, как анализируется реальность. Реальность – это то, что я сконструировал у себя представление. Значит, важно то, что, во-первых, это конструкция, и она всегда в системе описания есть, правильного, неправильного, конструктивного, но она в системе описаний. И нет никогда абсолютно точной, идеальной для всех подходящей, устраивающей всех картины мира, отдельной, для всех, ну, такой, объективной, истинной. Если это не про религию, да, вот если вы об этом рассуждаете, ну, там понятно, понятно все, для всех понятно, но когда мы говорим о психосоматических расстройствах, боюсь, что этого просто быть не может. Ну, в общем, каждый раз, когда мы обсуждаем вот эту часть психосоматической теории, практики, связи личностных, социальных компонентов с течением заболеваний, взаимное влияние, взаимное, ну, надо понимать, что болезнь для него выглядит как некая реальность, но она на самом деле чем-то реальна, потому что она находит отражение в объективных критериях, но так или иначе его картина представлений это социальный продукт, и она в значительной степени строится на том, как люди находят согласование в той системе ценностей и социальных ориентиров, в которых находится этот человек. Я сейчас говорю про систему его определенных социокультуральных особенностей. Ну, в общем, поэтому, значит, реальность это всегда наше представление. Ладно, это про систему описаний, которая всегда определяет то, как мы на это реагируем. Ну, вот поэтому, вот поэтому, значит, в мире существует довольно много разных представлений о том, что такое психосоматическая патология. И на эту тему есть разные идеи. вот, когда мы пытаемся представить себе, что есть в пространстве психосоматики есть такая самотоформная часть, такая территория, то мы понимаем ее как абсолютно психогенную. Но тогда надо просто говорить. Это психические расстройства, которые протекают, у которых есть своя определенная критическая схема описания, которая протекает с такими соматическими расстройствами, симптомами. Но, если мы обратимся, вот, например, к экспортскому руководству по психиатрии сравнительно свежему относительно, то там вообще есть такая совершенно замечательная идея. Попытно выделить так называемые психосоматические заболевания объективных критерий под собой не имеют. То есть, строго говоря, это такая сконструированная нами. определенная идея о том, что есть так называемые отдельно выделяемые психосоматические расстройства и заболевания. Вот можно вернуться к идее о том, что психосоматическими могут быть абсолютно все расстройства и заболевания, поскольку в них всегда так или иначе включен тот или иной с большей или меньшей интенсивностью тот или иной психический и социальный фактор. Ну, просто всегда по определению. Будь то грипп, будь то аппендицит, будь то перелом ноги, будь то кариес, будь то сердечно-сосудистый, сахарный диабет, рак, что угодно. Ну, мы же понимаем, что рак развивается не от стрессов и рак развивается не от депрессий. Рак развивается по миллиону своих причин и первая из которых это генетика. Вот. Ну, у человека был... вот это психосоматическое расстройство или нет. Дальше начинается разговор. Так, боритесь с депрессиями и не будет у вас раков. Ну, это наивно. Сильно, сильно наивно. Ну, поэтому важный вопрос. У меня еще есть еще, да? Да, а то я чувствую, что я увлекся. Ну, вот, поэтому в анализе психосоматических расстройств взаимоотношений и так далее, и так далее, это чрезвычайно важная история. Как мы оцениваем, как мы понимаем взаимосвязи между этих сложных очень, очень сложно-многообразных взаимоотношений между психической сферой, под которой понимаем, прежде всего личность. Ну, потому что когда мы говорим про нечто человеческое, надо понимать, что мы говорим про личность прежде всего. И соматическая болезнь. И то, как эта личность определенным образом реагирует так, что у человека формируется внутренняя картина болезни, которая дальше вытекает в тип взаимодействия с болезнью. Ну, и дальше будет определять то, как он реагирует, как он понимает, что он с этим делает. Ну, под словом «не делает», это тоже делает. Есть люди, которые Медицину в состоянии болезни, которая движется от медицины, с игнорированием, с понижением комплайенса Это тоже сегодня такая совершенно замечательная история Почему при очень многих, очень тяжелых, иногда даже жизнеугрожающих соматических заболеваниях Многие пациенты демонстрируют очень низкий комплайенс Что вообще говоря у них происходит? Ну комплайенс, вы понимаете, это низкая приверженность к соблюдению различных медицинских рекомендаций Назначений, лекарственных, режим питания, диета, алкоголь и так далее Что с ними происходит? При том, что заболевание может быть таким достаточно серьезным Что во внутренней картине болезни у этого человека, что он таким образом так взаимодействует со своей болезнью В общем, эта идея, которая была понятна за долго Я хочу привести, например, у Уильям Ослер Уильям Ослер это такой легендарный совершенно кардиолог Начало того еще 19-го, ну 20-го, простите Века, легендарный совершенно кардиолог Вот он пишет вот эту совершенно нормальную психосоматическую идею О том, что зачастую многого важнее знать, что за человек Переносит, страдает той или иной болезнь Чем что за болезнь у того или иного человека То есть личность сначала, личность в этом смысле может быть первична Ну, в общем, на эту тему дальше появляется довольно много Потому что в 20-м веке огромное количество идей на тему психосоматического анализа Вот в частности у Лафора И представление психосоматической патологии как о таком саморазрушительном Ну, по существу таком, по существу долго, скрыто, латентно, текущем суицидальном стиле Саморазрушения и самоотношения Часть из этих стратегий будет совершенно очевидная Часть будет носить скрытый, совершенно неосознаваемый характер Но, тем не менее, достаточно ярко проявляющийся В общем, это такое органическое суицидальное поведение Ну, было много разных историй на тему того, как возникали попытки построить профили психосоматических больных Вы знаете эту историю на тему того, как сначала в 30-х, еще до войны Флоренс Дамбар пыталась написать эту теорию, ну и сконструировать теорию личностных профилей В общем, до определенной степени ей это удалось Потому что дальше появилось описание коронарного, уже после войны, коронарного личностного типа А и Б Потом появился тип С, то, что имело отношение к ИБС Потом появилось описание С, раковой личности Потом тип Д, дистрессовый Потом описание болевой личности, определенного личностного профиля Ну, так или иначе, в общем, мы на эту тему Такой периодически оживляющийся, потом угасающий энтузиазм Потом он снова угасает, снова оживляется В общем, так все нормально течет все Ну, в частности, вот у Мартии эта идея про определенный профиль психосоматических больных Они банальны, стерильны в смысле эмоциональных реакций Пусты, не способны фантазировать, нарциссичны, инфантильны и так далее, и так далее Ну, это, в чрезвычайной степени, да Опять что-то у нас не было Опять у нас что-то Простите Ну, хорошо Вот, значит, у нас Теперь вот это вот Все буквально Буквально мы завершаем Значит Поскольку мы говорим о личности То нас, естественно, интересует Потому что есть такой довольно продуктивный подход Связанный с теорией отношений Мясищева, который предложил нам описание Личности как системы отношений И, в общем, это достаточно Вы знаете, что есть разные Другие способы описывать личность Но в данном случае Это достаточно продуктивный Достаточно продуктивный подход Который позволяет Понять, что происходит во взаимоотношениях к личности И болезни И вот эти все компоненты Которые он описывал в структуре личности Активность Избирательность Осознанность Естественно, целостность Определенное Иерархическое соотношение с другими сторонами личности Вот это вот все то, что в отношении Личности и болезни Появляется просто Совершенно Совершенно Точно Ну, в общем Если посмотреть на основные Компоненты Отношения То они ровно те же Что происходит и в структуре личности И это совершенно точно проявляется здесь Потому что Болезнь для личности Это всегда очень Значимая частью жизни Ну, как правило Значимая И в ней всегда есть все те же самые компоненты Которые есть И во всех других отношениях Есть когнитивные С пониманием структуры Которая должна каким-то образом Описывать значение Смыслы К определенным важным объектам Есть эмоциональный компонент И мотивационно-поведенчество Это Вы наверняка знаете Ну, вот есть факторы Которые Помогают понять Как формируется Такое отношение Это на фоне Приморбидных Особенностей Личности Я сейчас говорю Про психически Приморбидные Особенности Есть природа Самого соматического заболевания Все-таки важно Какое заболевание Ну, и, конечно, важно В каком Социально-психологическом контексте Этот Человек живет Все это повлияет Достаточно Достаточно Серьезно Ну, и дальше Дальше Появится то, что У каждой болезни Будет определенный Личностный смысл В зависимости от этого В зависимости от того Как человек ее понимает Для себя Мы не обсуждаем Правильно-неправильно Да? Конструктивно-неконструктивно Он будет понимать В соответствии Со своими особенностями Кернативной сферы В соответствии С особенностями Культуры В соответствии С влиянием социальных факторов И так далее И так далее Но У него может появиться Определенный Позитивный смысл Может появиться Негативный Болезнь может Выглядеть Как препятствие Как нечто блокирующее Как нечто мешающее Как вызов Как барьер Болезнь может быть Вообще говоря И позитивным событием Далеко не так плохо Совсем не так плохо Болезнь может быть Очень даже В этом смысле Полезна Потому что Помогает Реконструировать В необходимом Для этой личности Направлении Система отношений Может приносить Массу выгод Может приносить Массу достоинств Может успокаивать человека И примерять его С такими-то Социальными Отношениями Конфликтами Но может быть И внутренне Конфликт Это блокирование Одного При возможности Достижения Чего-то другого То есть Смысл может быть Еще и достаточно Такой конфликт В общем Это идея Про то Как читать Да Поэтому Когда мы Вернемся К исходному Смыслу слова Патос То это может быть Сначала Слово патология Но может быть Вообще говоря Как пафос Болезнь Может приносить Вот Ну и В общем Последнее Значит Куча всяких Стратегий Которые могут быть Связаны С личностными Смыслами Часть из них Могут быть Адаптивными Не всегда Приятными Но усиливающими Личность А часть Вот Например Болезнь Как вызов Как испытание Как барьер Ну тогда Надо что-то делать Надо собраться Надо немножко Мобилизоваться Надо что-то такое В себе Подкачать И что-то такое Преодолеть Ну а если Болезнь воспринимается Как ценность Болезнь воспринимается Как слабость Как карма Это то, с чем я уже точно Ничего не поделаю Поскольку мне суждено Мне написано Так Ну значит Все будет В общем От этого будет зависеть Масса Всяких разных вариантов Как потечет болезнь Что тебе будет с ней делать И так далее Вот Все Я вас благодарю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok